Добрый вечер! В эфире, как обычно, в это время новости на 31 канале, в студии Оскар Мендебаев. И смотрите прямо сейчас. Ноу-хау от стражи и порядка. Я купила булочку, и здесь написано, как не стать жертвой мошенников. Очень полезно. Помогут ли предупреждения о мошенничестве на продуктах питания снизить количество таких преступлений? Где вводят такую профилактику? Чем дышим? Как часто жители Казахстана предупреждают о высоком уровне загрязненности воздуха. Предприятия не выключают оборудование, что дымило, так и продолжается дымить. Что может содержаться в нем? Есть ли повод для беспокойства? Почему жертв Финпирамид становится все больше? Насколько выросло количество экономических преступлений в целом? Вот что у нас слишком запутанное законодательство налоговое. Какие правонарушения лидируют и что может повлиять на статистику? Итак, обо всем по порядку. 384 уголовных правонарушения в сфере экономической деятельности совершено в Казахстане с начала года. Пострадали больше тысячи человек, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какие больше всего совершаются правонарушения и как не стать жертвами мошенников, узнавал у экспертов Еламан Раимбеков. Попасться на удочки финансовых пирамид уже давно стала классикой жанра. С начала года их жертвами стали одна тысяча граждан. Это 97% из всех пострадавших от экономических правонарушений. И буквально сегодня сотрудники агентства по финансовому мониторингу задержала в Алматы организатора Финпирамиды «Эсгрупп». Представители компании «Эсгрупп» обещали вкладчикам высокую доходность от 6 до 8% в месяц, либо более 70% в год. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Также предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 5% от суммы в случае привлечения за собой вкладчиков. Без финансовой грамотности жертв будет становиться все больше и больше, утверждают эксперты. Тем более в условиях жесткой геополитической обстановки. Увеличение финансовых пирамид и мошенников, я думаю, связано с большим наплывом граждан соседней страны. В том году мобилизация, началась война. Люди без дела, как говорится, приехали в Казахстан, поэтому пытаются на новом месте заработать. Также популярным экономическим правонарушением является выписка эффективных счет фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров. Таких зарегистрировано 97 случаев. Я считаю, что экономические правонарушения появляются из-за того, что у нас слишком запутанное законодательство налоговое и слишком большие налоги. И многие предприниматели хотят уйти от этих налогов, то есть снизить налоговую нагрузку. И решение этому, естественно, упрощение налогового законодательства в Республике Казахстан. Есть и те, кто столкнулись с поддельными ценными бумагами, деньгами и незаконно получившими вознаграждение. Сумма ущерба от всех выявленных экономических правонарушений в этом году достигла почти 36 миллиардов тенге. То есть на 29% больше, чем в прошлом году. Елена Андреембеков, Сергей Шуйский, Информбюро. А жители села Бельбула в Алматинской области боятся, что могут остаться под тоннами грунта. Дело здесь не только в природных явлениях. Сель легко могут вызвать и производственные работы, считают люди. Выяснилось, что неизвестные срезают холмы в прямом смысле этого слова. Местные живут в страхе и требуют найти виновных. Дамир Анитов разбирался в ситуации. Жители села Бельбла бьют тревогу. Неизвестные лица срезали значительную часть холмов, подвергая риску не только окружающую среду, но и жизни людей, проживающих вблизи. Те, кто срезает холмы, чтобы набить свои карманы, видимо, не понимают всей опасности. В случае обильных дождей может сойти сель, который может обрушиться на село. К примеру, позади меня находится теплица, которая с большой долей вероятности может остаться под тоннами оболившейся глины. Посмотрите, что сделали с холмом. Все деревья умерли здесь. Здесь были живые деревья, которые держали склон. Здесь срывают все больше и больше. Причем срывают снизу. И все вот это вот в любой момент обвалится на поселок. Десятки камазов ежедневно проворачивают свои черные дела не только ночью, но и днем. Итогом их деятельности стало то, что местность официально включили в перечень селеопасных. В этот список попала и речка Бельбулачка, из которой пили воду животные. У местных есть предположение, что виновными могут оказаться сотрудники двух заводов. Там у нас горы сносятся. Абсолютно прям вот беспощадно у нас стихийные карьеры. Потом туда выше, если подняться, у нас там есть такая гора. Ее хозяин имеет госакт, Жумаев. Он полгоры уже снес, а целевое назначение у него как будто бы он будет там овец держать. Но он овец там не держит. Представитель же завода по выпуску бетона всячески отрицает причастность к срезу холмов. Мы не причастны ни к срезу холмов, ни к поднимающейся пыли, которая идет на село. У нас есть все документы на руках. Мы арендуем землю. По словам местных, заводы находятся на территории национального парка, что в принципе противоречит закону. В Акимате опровергли данное заявление. Земельный участок с целевым назначением ведения крестьянского хозяйства в свое время было предоставлено районным Акиматом. Они не использовали данный земельный участок в соответствии с целевым назначением, а именно использовали данный земельный участок в части недропользования. В связи с этим в настоящее время данное дело рассматривается уже в судебном порядке. А касательно двух заводов, в Акимате отправили запрос в Управление предпринимательства для проверки законности их деятельности. Дополним, за последние годы в Толгарском районе было ликвидировано 11 стихийных карьеров. Дамир Анита, Влад Шишко, Информбюро. Жители Алматы и Актубе предупредили о том, что сегодня в этих двух городах уровень загрязнения воздуха повысится. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия возникли из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Что это значит? Есть ли повод для беспокойства? И нужно ли носить маски? Выясняли наши корреспонденты. Сегодня в Алматы и Актубе будет сильно загрязнен воздух. Об этом жители городов предупредили специалисты КАЦГИДРОМЕТА. А все из-за того, что в приземном слое атмосферного воздуха произойдет накопление загрязняющих веществ. Экологи говорят, для граждан не будет лишним сегодня закрыть окна и по возможности не выходить на улицу, либо надевать маски. Между тем, экоактивист из Караганды Дмитрий Калмыков уверен, что большая часть жителей Казахстана в таких неблагополучных условиях живет постоянно. Алмата – гигантский мегаполис. В каком именно районе города будет превышение, по каким веществам человек понять не может из этих сообщений. К сожалению, у нас такая имитация бурной деятельности. Но никто ничего не делает. Предприятия не выключают оборудование. Что дымило, так и продолжает дымить. Ничего не меняется. В Ак-Тубе уже не обращают внимания на влияние загрязненного воздуха на здоровье человека. Может быть, потому что в городе привыкли жить в таких условиях. Ведь за последние 6 лет в областном центре никак не могут решить проблему с вывозом мусора, который забирают с площадок с перебоями. В воздухе все время неприятный запах. Вдобавок к этому воздух то и дело портит горящий старый мусорный полигон. Только за этот год он горел не менее 20 раз. Представьте себе, чем мы дышим. Конечно, вонь стоит неимоверная. Ратуют за то, чтобы повысить плату за мусор. Толк какой от этого будет? Не будет абсолютно никакого. Один раз в неделю убирают. Представьте, вот это все собирается неделю. Решить проблему очистки города от отходов в Акимате намерены созданием еще одной компании, которая будет содержаться за счет местного бюджета. Поможет ли это в улучшении экологической ситуации в городе, еще неизвестно. Ведь существует немало других источников загрязнения воздуха. Вместе с тем, стеноптики объявили штормовое предупреждение на большей части страны. Сообщается, что в 13 регионах из столицы будет сильная жара и шквалистый ветер. Эльмира Ержанова, Замат Кубигенов, Инфорумбюро, Октубер. Строительство 10 жилых комплексов приостановили в Караганды. Суд признал, что строительство велось незаконно. У частной компании не было разрешения на строительство, заключение экспертизы, а иногда и самого проекта будущей новостройки. При этом некоторые многоквартирные дома уже почти на стадии готовности. Будут ли сносить незаконные ЖК, выясняла Людмила Батюшкина. Эту новостройку суд вынес решение приостановить. По данным ГАСКО, фирма-застройщик приступила к работам, не имея разрешительных документов. Таких незаконно строящихся жилищных комплексов в Караганде 10, по которым вступила в силу решение суда. И еще по двум дела рассматриваются. В ходе проверки было выявлено, что они строятся без разрешительных документов, без проекта, без экспертизы. С проектом рассчитываются все несущие конструкции, то есть его комнатность, этажность. А без проекта это все не определено, так как без проекта, ну, само нарушение, конечно, уничтожает опасность. Застройщики, которых признали недобросовестными, не идут на контакт с журналистами. Пока в списке 10 компаний, но в карагандинском филиале Союза строителей Казахстана уверены, что на самом деле с нарушениями закона в городе возводится намного больше объектов. И не всегда в этом виноваты предприниматели. Они попали в безвыходную ситуацию. Я, например, не защищаю строителей, предпринимателей, хоть можно сказать, защищаю, да? Но в то же время их понимаем. Потому что по-другому строить невозможно, не нарушая. Потому что во всем какая-то должна быть логика последовательности. Поэтому я так думаю, тут больше все-таки недоработка нашего законодательства, излишняя строительство, которое не соответствует реалиям строительного бизнеса. Пока строительство приостановлено до устранения всех замечаний. При этом сроки не ограничены. Сейчас в межрайонном специализированном экономическом суде на рассмотрении три дела о сносе жилых комплексов. В июне месяце текущего года поступило три рисковых заявления. От государственного архистроконтроля с требованиями о признании самовольными постройками и принудительном сносе трех строящихся жилых домов, расположенных в городе Караганде по улице Муканово. У застройщика нет разрешительных документов на строительство жилых домов. Данные иски находятся в производстве суда. 15 строительных компаний в Караганде наказали за незаконное привлечение средств дольщиков. На каждую наложен штраф больше миллиона тенге. Возможно, список незаконных новостроек расширится. Сейчас в работе Угаска еще две компании с подобными нарушениями. Подобная работа ведется по всей стране. Под угрозой сноса десятки ЖК. Уже начался снос незаконно возведенных новостроек в Алматы и Астане. А в Казахстане уже через несколько дней завершится регистрация детей в первые классы. Родители Чьи Чада в этом году впервые переступят порог школ, просят поторопиться и скорее направить документы в приемную комиссию. По предварительным оценкам в новом учебном году за знаниями в школы отправится больше 400 тысяч первоклашек. За четыре месяца уже поступило свыше 350 тысяч заявлений. Почти 70% зачисленных детей выбрали школы с казахским языком обучения. Такую статистику приводят в Министерстве просвещения. В кулуарах правительство глава ведомства уточнил, мол, регистрацию, которую ведут до 1 августа, продлевать не будут. Объяснил это Гайни Бесимбаев тем, что ко дню знаний все учебные заведения должны быть укомплектованы. Точное количество детей необходимо и для закупа книг, по которым будут учиться первоклассники. Также министр отметил, что бесплатным горячим питанием в этом году будут обеспечены учащиеся начальных классов. С первого сентября впервые с первого по четвертый класс будут все дети обеспечены горячим питанием. Поэтому мы сейчас особо обращаем внимание на качество. Это единое меню, не только как бы она будет действовать в Астане. Вы помните, что три года тому назад цена была 200 тенге, сейчас намного выше. Уже средняя цена около 700 тенге. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В Павлодарской области на упаковках продуктов появятся памятки о том, как не стать жертвой мошенников. Здесь же будут инструкции, что делать, если вам звонят якобы из банка или полиции. Такое ноу-хау в борьбе с оперистами вводят правоохранительные органы. Все потому, что мошенники в Казахстане придумывают все новые способы завладеть деньгами людей. Только в этом году жертвами злоумышленников стали почти 10 тысяч человек. Анастасия Новикова с подробностями. Подробную инструкцию о том, как не стать жертвой мошенников, жители Павлодарской области теперь могут прочитать на продуктах питания. Этикетки с предупреждениями расклеили в некоторых магазинах в рамках пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель полиции». Достигнута договоренность с отделом предпринимательства Акимата города Павлодара, Акиматом поселка Житикше по проведению мероприятий по вкладке в продукты первой необходимости. Это хлебобулочные изделия, яйца и другие продукты питания непосредственно с товаропроизводителями по профилактике и недопущению интернет-мошенничества. Покупатели оценили креатив полицейских, ведь некоторые сами сталкивались с мошенниками. Купила сегодня булочку, и здесь информация о мошенниках. Прочитала, это правильно сделано, что рекламируют такое, чтобы люди были бдительны, потому что мошенников очень много. Я купила булочку, здесь написано, как не стать жертвой мошенников. Очень полезно. С начала года в Казахстане зарегистрировано больше 9 тысяч интернет-мошенничеств. Только за первые три месяца наши граждане отдали злоумышленникам внушительные 3 миллиарда тенге. Поэтому люди говорят, нужно усилить профилактику и учить граждан, особенно пенсионеров, не доверять сомнительным звонкам. Я считаю, что везде должна быть информация о мошенниках. На баннерах буклеты нужно раздавать. СМИ чаще об этом говорить. При этом правоохранители говорят, чаще всего жертв обманывают хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет. В основном звонки на казахстанские номера поступают из-за рубежа, а именно России, Украины и Беларуси. Поэтому раскрывать такие преступления довольно сложно. Чаще всего мошенники звонят на домашний телефон. Их жертвами становятся пожилые люди. Полицейские говорят, бабушкам и дедушкам нужно разъяснить, что из банка могут позвонить только в случае просрочки кредита или ипотеки. А если человек на том конце провода представился полицейским, то его явно не должен волновать ваш счет в банке. Чтобы проверить, не мошенник ли звонит, достаточно заговорить с ним на казахском языке, сказав хотя бы несколько слов. Обычно этого хватает, чтобы злоумышленник занервничал и бросил трубку. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить несколько правил. Не передавайте неизвестным людям данные о своей банковской карте, а также личные данные, пароли мобильных приложений, банков и любую другую финансовую информацию. Анастасия Новикова, Дарон Абзиев, Абзал Туребеков, Фонфорумбюро. Очередная кампания, выигравшая гостендер, оставила без воды целый микрорайон в Алматы. Их трубам чуть больше года, а их уже признали изношенными. Аварии происходят чуть ли не еженедельно. В итоге жители этого микрорайона вынуждены вновь перейти на старый водопровод, в котором нет давления. Все подробности в репортаже Дамира Аннитова. Жители микрорайона Нуршуак вынуждены жить как в засухе. У них который год проблемы с водой. В 2014-м их присоединили к Алматы и обещали все блага цивилизации. В том числе и новый водопровод. Но на деле стало только хуже, говорят люди. Тут получается старый водопровод есть и новый водопровод. Сейчас жители хотят переключить на старый водопровод. Потому что там идут на новом водопроводе, сказали, идут прорывы. Постоянные. Так на старом водопроводе у нас тоже нет давления. Трубы тут пластиковые лежат и они лопаются все. Выяснилось, что новому водопроводу всего год, а он уже изношен. Местные обвиняют подрядчика в использовании дешевых материалов. В Акимате же заявили, что у них идут судебные тяжбы. Подрядная организация не стала согласно говорить о обязанности. В связи с чем заказчику управления энергетики подан был иск в суд. Первый этап, потому что первую инициацию прошли. Управление энергетика выигрывало данный процесс. Где по решению суда ее обязали восстановить работу. Однако подрядная организация, в свою очередь, она подала апелляцию. До окончания решения Фемиды восстанавливать трубы не будут. Сейчас люди вынуждены покупать привозную воду. И это не единственная проблема микрорайона. В микрорайоне есть и такие ямы ростом с человека. Местные о ней знают и стараются ее объезжать. Но случайно проезжающие машины могут и провалиться. Кроме того, едва дунет ветер, весь микрорайон остается без света. Половина столбов деревянные, советского образца. В Акимате также сообщили, что до конца года полностью модернизируют систему электроснабжения и подключат людей к строящейся подстанции. Дамир Анитов, Влад Шишко, Информбюро. Международным темам. Катастрофическая жара во всем мире сохранится и в августе. Такой прогноз сделали синоптики Всемирной метеорологической организации. Последствия погодных потрясений уже ощутили на себе жители США, Европы и Северной Африки. Для фермеров всего мира нынешнее лето может стать одним из самых неурожайных. А высокие температуры грозят гибелью сотнями видов животных и растений. В Швейцарии температура приближается к 40 градусам. Редкость для этой страны людей выручают кондиционеры. А вот животные и птицы к такому не привыкли. Центры охраны природы ежедневно принимают десятки пернатых с тепловыми ударами. В американском штате Флорида мор рыбы. На большой глубине можно скрыться от солнца. А вот неглубокие водоемы прогреваются до самого дна. Аризона может лишиться своего символа гигантских кактусов – сагуаро. Даже устойчивые к зною растения не выдерживают такой погоды. Как спасти главный символ Дикого Запада ученые пока не знают. Многие считают, что кактусы идеально приспособлены к жаре. Но мы никогда не изучали влияние на них экстремальных температур. Такой погоды попросту еще не было. Мы забрали несколько образцов в лабораторию, чтобы изучить изменения на клеточном уровне и, возможно, найти решение. Впервые в Казахстане проходит конкурс по ракетостроению «Казастра Шифт». Турнир республиканского масштаба организовали учащиеся выпускных классов столичных школ. А вот участниками стали их сверстники. Юные инженеры со всех уголков страны приехали в Астану, чтобы побороться за звание лучших. Финалистов ждут образовательные гранты в эти вузы и возможность пройти стажировку в ведущих отечественных научных центрах. О том, как прошел турнир, расскажет Динара Дургалеева. В финал из 122 команд попали две выпускницы из Казаларды. А Ерем Серегбай и Камиля Саламатовой по 18 лет. Девушки впервые собрали собственную ракету. Участницы не скрывают, что после этого турнира решили связать свое будущее с космосом. На сборку ушло примерно 50 часов в общем, потому что это уже вторая модель ракеты. Первую модель ракеты мы изменили, подкорректировали. Обратный отчет и ракета в воздухе. Все решают точные данные, которые участники учли на стадии проектировки своих моделей. Правда, на стартовой линии случались и казусы. К примеру, у команды из Шимкента ракета взорвалась в воздухе. На первый раз в жизни я считаю, это очень хороший результат. Мы не продумали о весе корпуса ракеты. Составляющая ракеты оказалась очень тяжелой. Большинство участников – новички в ракетостроении. Поддержать школьников приехал и государственный советник Ерланд Карин. Впрочем, как отмечают организаторы, за 4 месяца к ним поступило свыше 300 заявок. Они прошли три этапа. Это первый этап онлайн-тестирования, затем показывание их дизайна, а затем их прототипов. Задача нашего конкурса в том, чтобы ракеты участников запустились в космос и на точке апогея они отпустили наноспутники, которые затем передадут данные. Инновационные идеи с доставкой полезного груза со спутников и передачей данных из космоса на Землю поразили министра высшего образования и науки. Удивлением стал и тот факт, что организаторы турнира «Каз Астрошифт» – школьники. Отрадно, что это не министерство организовало такой конкурс, не нацкомпания, не бизнес, а именно школьники. То есть, о чем это говорит? Что есть у нас юноши, девушки, которые мечтают о космосе, болеют космосом. И это, я думаю, главный компонент успеха. Имена победителей финального этапа объявят уже завтра. Для призеров приятным бонусом, помимо ценных подарков от спонсоров, станет возможность поступления в отечественные вузы. Юные инженеры-ракетостроители смогут попробовать себя и в космической сфере. Динара Нургалиева, Нуркент Токмурдин, Информбюро, Астана.